Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. У нас сегодня плановое заседание исполнительного комитета. Присутствует 14 человек. В ворум есть, есть предложение в начале. Нет возражений? Нет. Уважаемые коллеги, у вас на руках повестка дня, работа исполнительного комитета. Какие замечания, предложения по повестке дня? Да, Ерик. Уважаемые коллеги, поступило обращение Рубежанского картонно-карминального комбината с просьбой о награждении почетными грамотами исполнительного комитета, работников комбината в связи с 21-й годовщиной Конституции Украины. Проект решения разработан, согласован с руководителями отдела и нашими службами и предлагается включить повестку дня. Нет возражений, коллеги? Нет. Кто за то, что будет включить повестку дня вопрос про награждение грамотов и канавчего комитета по представлению картонно-карминального комитета? Прошу вас сказать, кто за? Против? Воздержавшийся? Принято. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть предложение проголосовать полностью за повестку дня работы исполнительного комитета и дополнительный вопрос рассмотреть первым. Нет возражений, что потом уже идти в очередь? Нет возражений? Нет. Кто за данное возражение, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержавшегося? Спасибо. Принято. Уважаемые коллеги, первый дополнительный вопрос, который мы с вами только что унесли, про награждение грамотами и выканавший санитет Рубежанского и Минской Рады. Докладчик. Пожалуйста, говорите. Поступило ходатайство администрации Рубежанского картонно-карминального комбината о награждении грамотами к 21-й годовщине. За усилки достигнута неукрации, да? Нет возражений, коллеги? Нет. Кто за то, чтобы принять данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержавшегося? Принято. Спасибо. Следующий вопрос. Про проведение мискового педагогического вечера. Докладчик. Продолжение следует. Доброго дня. Пожалуйста, следует. Можна говорите? Так, так. У связи с закинчением 2016-2017 навчального року с проведением державно-підсумковой аттестации згідно положения про державно-підсумковую аттестацию вихованців учнів у системе загальної середньої освіти, положення про золоту медаль за високі досягнення у навчанні, положення про слідну медаль у досягненні за навчання. У зв'язку із наказом управління освіти Рубіжанської міської ради про закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державно-підсумкової аттестации 23 червня 2017 року в загальноосвітніх навчальних закладах міста Рубіжного будуть проведені випускні ворчари з врученням аттестатів про повну загальну середню освіту і врученням золотих і срібних медалей. У зв'язку з цим, 23 червня 2017 року о 19-й годині у місті відбувається свято проведення випускного вечора. Управління освіти в зв'язку з проведенням таких урочистостей просить у допомозі для проведення заходу необхідне сприяння органів виконавчої влади місцевого самоврядування, управління культури, відокремлення підрозділу, головного управління національної поліції, управління охорони здоров'я для проведення даного заходу. Для того, щоб все пройшло урочисто і дуже добре. Вопроси? Якщо я можу сказати, скільки в нас на сьогоднішній день медалей, так цікавить вас? Цікавить. На сьогоднішній день підтвердили золоті і срібні медалі із дев'яти випускників п'ять учнів. Це учні другої школи, учні КНВК Рубіжанський ліцей десятої школи і восьмої школи. Учні сьомої школи не підтвердили золоті медалі у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день ми отримали уже по шести предметам навчальним результати зовнішнього незалежного оцінювання і діти не підтвердили свої бали. Отримали вісім балів. А згідно положення, якщо є вісім балів, то дитина вже не претендує ні на золоту, ні на срібну медаль. З дев'яти п'ять, да? З дев'яти п'ять. Одна срібна медаль і чотири золотих. Ще питання, колеги. Ніх питань. Хто за те, що ви прийняли дане проєкт? Рішення вибухався, хто за, проти, вибухавшися. Дякую, прийнято. Дякую основному. Следуючий питання. Про схвалення програму влаштування дитячих та спортивних майданчиків на прибутникових територіях міста Рубіжного на 17-20 роки. Докладчик, будь ласка. Дважаю, начальник полкома. В данному проєктному рішенням предлагається согласовати программу устройства дитячих і спортивних площадок на будь-яких територіях міста Рубіжного. Программа рассчитана на 3 года. Ориентировочний объем трансіверси составляет 2,8 млн. В данному проєкті программа присмотрена у самого спортплощадок по 49 адресам. По мере реализации программы после утверждения її на сесі в її можна буде вносити змінення і корректировки. Прошу поддержать. Вопрос. А вот этот адрес проспект Московки 23-25, а то де? Ну, це внутри, в квартирі. Між, в дімі, я розуміюю. Рекорд. А ща бампер посередину. Ну, це... 23 – це один дім, а 25 – це другий дім. А де площадка? Ну, там, на території, посерединці, грубо говоря, можна поставити дім. Дім, де площадка в дім. С каждого дім, 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 дім можна ходити. Та не площадка для стоянки автомобіля, дім мегабіта. Я зрозумію, це шутка, Валерия. Це не шутка, це та спортивна площадка. Ми ж за нею в цьому году її убирали, вона у нас числится і 6 площадок. Спортивна – це не детська площадка. Ну, вона, як детсько-спортивна, считається. Це буде, звісно, від автомобільної стоянки, як можна далі. Естественно. Поки вона там. Але спортивна… Дитячо-спортивна, вони ж всі дитсько-спортивна. Дитячо-спортивна. Дитячо-спортивна була. Ну, там є? Есть. Коє, що там стоїть обладно. Ну, це далі установлено і все, для того, щоб дім, 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 дім. Ну, це питання буде сподівання. Дякую. 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 Тому що прийняти цей проєкт, я прошу вас сказати. Хто? Против? Потрив, підтримавшися? Дякую. Следующее питання? Шість, а остальні тільки не. Про віддіючу ордера на житомирській. Пожалуйста. Дякую. 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 Прошу поддержать. Вопросы? Кто за то, что принят данное предпрочтение, прошу голосовать. Кто за? Против, воздержавшихся. Принято. Спасибо. Следующий вопрос. Выдачу ордера на службу выжилопримещенных. Данное предрешение предусматривает выдачу ордера на служебное жилое помещение работнику полиции. Прошу поддержать. Вопросы, коллеги? Нет. Нет. Кто за то, что принят данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Против, воздержавшихся. Принято. Спасибо. Следующий вопрос. Про затверждение плану захода визначения 21-й решеницей Конституции Украины. Пожалуйста, уговорим. Данным проектом решения предлагается утвердить план мероприятий по празднованию 21-й годовщины Конституции Украины и СМИТу Росфору. Вопросы, уважаемые коллеги? Нет. Кто за то, что принят данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Против, воздержавшихся. Принято. Спасибо. Следующий вопрос. Награждение грамотов в экономичном комитете. Пожалуйста, Любовь Валерьевна. В адрес исполнительного комитета поступило ходатайство директора Луганского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины о награждении грамотами исполнительного комитета по случаю празднования дня образования экспертной службы. Прошу подержать. Вопросы? Нет. В качестве информации. Значит, в экспертной службе на сегодняшний день в Луганской, к которой мы предоставили здание и территорию, работает 87 человек. Из них рубежам 11. За 5 месяцев этого года, да, они их завистили на 1 мая, в бюджет города поступило 545 тысяч рублей. В бюджет это разных налогов, начиная от подоходного, там, плата за землю, все остальное. Здание передано в государственную собственность Министерство внутренних дел Украины. Экспертный центр. Будут еще до 130 человек расширять штаб. Расширять штаб. Вот, как бы, новые рабочие места. Кто за то, что принят данное предрешение, прошел вас, кто за. Против. Воздержать. Спасибо. Следующий вопрос. О проведении городских мероприятий, посвященных Дню Молодежи. Докладчик Сидорчук Викторий Кириллов. Пожалуйста. Значит, ежегодно, в последнее воскресенье июня, отмечается День Молодежи. В рамках проведения мероприятий в городе рубежно, подготовленный план мероприятий, который предлагается утвердить, с мета расходов для проведения этих мероприятий. Значит, мероприятия будут спортивные, молодежные различных направлений. И финалом проведения Дня Молодежи станет большая программа. Это КВН при участии различных команд КВН Украины и молодежных исполнителей во Дворце культуры 18.00. Мы работаем в данном случае при поддержке Министерства молодежи и спорта и Всеукраинской ассоциации КВН Украины. Прошу поддержать данный проект решения. Вопросы? Кто за то, что вы приняли данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Против. Поддержавшись. Спасибо, принято. Следующий вопрос. Прошу. Прошу. В адрес городского главы поступило заявление от директора частного предприятия, продюсерский центр гастроли в Украине о размещении в городе Рубежное, самого большого цирка в Украине, цирка Кобзов. Значит, поэтому предлагается разместить его, так как у него шатер очень большой, именно на площади Владимирская, на самой площади. Поэтому прошу поддержать данный проект решения. На площади перед исполкомом. Это там, где большой очень цирк, да, высота. Это самый большой цирк в Украине. Вот у главных, значит, заезжает очень много трейлеров. Я объясню, почему на площади. Дело в том, что все время этот цирк, предыдущие годы, значит, работал на площади Победы. Но при его установке, монтаже, значит, изуродуется асфальтовая покрытия. Несколько раз латали, но ущерб, в принципе, сложно восстанавливаем. Здесь, здесь, при монтаже поднимается просто плита, плита, которая выложит весь этот планшафт, площадь. Значит, забивается, затем вынимается, плита ложится на место, и как бы дефекторный. Ну, цирк большой, интересный, поэтому... Он впервые в рубежном, этот цирк. Впервые его никогда здесь не было. У нас другие цирки приезжали, их очень много в Украине. Но вот этот цирк приезжает на первые. А высота сколько? 15-16 метров? Ну, ему площадка нужна 80 на 60 метров. Это только сама одна площадка. А вокруг нее становятся вот эти трейлеры. 42 трейлера, он сказал, заедет. А не поместитесь? Ну, вот он смотрел, этот исполнитель и директор, значит, он смотрел площадку, сказал, что его именно эта площадка устраивает. Устраивает. Ну, значит, всех приглашаем, дай бог, чтобы состоялось, на представление. А кто за то, что принял данное предпришение, прошелся, кто за? Приношу это. Против, воздержавшись. Не только поэтому. Спасибо, принято. Следующий вопрос. Про створение рабочей группы для действительных конкурсов. Обслеживаем в закладе у ресторанового господарства. Добрый день, уважаемые члены исполнительного комитета. Добрый день. Добрый. Пожалуйста. Значит, в адрес исполнительного комитета поступило письмо с управлением Госпродпотребслужбы Луганской области о том, что, значит, по вопросу недопущения возникновения заболеваний на ботулизм среди населения. И было рекомендовано, значит, о создании рабочей группы по обследованию предприятий ресторанного хозяйства, по соблюдению санитарных правил, правил торговли, а также стихийных рынков. Прошу рассмотреть данные вопросы и принять решение. Вопросы, которые будут в этой группе, они касаются только ситуации вокруг ботулизма или еще какие-то? Ну, как они озвучили в своем письме, это будут вопросы санитарных правил и правил торговли. А санитарные правила именно будут касаться вот именно по ботулизму. А в каком порядке, то есть, какой очевидности будут эти комплексы? Сейчас, если принимается это решение, утверждается вот наша рабочая группа, которая приставлена вам на рассмотрение, значит, тогда мы согласовываем порядок, содержит профс-пожилослужба и определяемся. Мы должны максимально короткие сроки провести эти обследования. Аспиранное распадарство, это что, и кафе туда включается? Да, конечно, парень, как бы то, я не знаю. Ресторанное распадарство, это ресторан, кафе, это кафе. Это ресторанное хозяйство, это и кафе. Это все в единое объединение. Пустое проверяем. Это серьезно. Пускайся. Есть же классификаторы. А как там назвать, какое хозяйство? Ресторанное... Ну, классификаторы есть. А, ну, может, вы знаете, я спрашиваю. Я просто говорю, что вы так назвали ресторанного господарства. Это так называется сейчас. Сейчас нет ни отдельно, ни кафе, ни бар. Это все вместе объединяется. Там даже рабочая специальность была изменена. Кафе, мы тоже кафе, ресторанного господарства. Но вы же говорите, и рынки проверяем. Они что, регистрируются... Кафе, стихийные торговые, я не говорила рынки. Они что, регистрируются ресторанное хозяйство? Они же не регистрируются так? Нет, не регистрируются, но это название такое, понимаете? Общее название сферы обслуживания. В 2011 году даже классификатор профессии при выпуске выпускников раньше звучало «куха». Значит, в 2011 году изменили работник ресторанов хозяйства. Господа хозяйства ресторанов, напрямую. Я так понимаю, что господнадзор сам не имеет права по новому закону проверять. Они говорят, давайте решение исполком и будем проверять. Это не проверки, это будут обследования. Ну как это не проверки? А что такое обследование? Это вы должны прийти к директору ресторана или этого. На соответствии имеется в виду штатный персонал. Ну хорошо, Владимир Николаевич, ну пусть проверят. Но никто не проверяет продукты, которыми они нас кормят. Как это не проверяют? Да вот так. Вы не ходите по ресторанам. Так, есть еще вопросы? Проверят одни, а накормят другими. Коллеги, есть еще вопросы? Нет вопроса. Кто за то, чтобы принять данный проект решения, я прошу голосовать. Кто за? Против. Воздержавшись. Спасибо, привык. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Размещение выездной торговли колбасными выработками с обладного трейлера по улице 30 лет обиды, дом номер 4. Это здесь вот он перетал. Да, между домами, шестым и четвертым домом, субъекта и прямойской деятельности Качула подал, значит, заявление о том, что он хочет реализовать колбасную продукцию фирмы «Весна», так как является дистрибьютором этой фирмы. с трейлера, оборудованного трейлера на площадке в районе дома номер 4 по улице 30 лет Победы. Так, извините. Одним решением можно создать комиссию «Бутулизм» будет. Да, все. А другие решения. Давайте торговли с машиной. Извините, у меня вопрос. Есть вам извинения, позовем. У меня вопрос. Скажите, он является дистрибьютором, как вы сказали, то есть человеком, который берет, покупает и перепродает, реализует. Либо он является сам, непосредственно производителем. Нет, он дистрибьютор. Там я приложила документы, что действительно он является дистрибьютором этой фирмы, что она продает ему эту продукцию, непосредственно это малое предприятие «Весна». А он предприниматель, зарестренный «Весна». Ну, тогда завтра придет предприниматель Иванов, Петров, Сидоров и далее-далее. Два десятка предпринимателей. Если мы сегодня ему даем разрешение на право торговли, у нас завтра придут еще с 10 триллерами. Что делать с магазинами? Которые у нас стационарные, платящие налоги. Люди, которые у них полностью не по трудовым договорам оформлены, а по трудовой книжке. Качество, качество. И самое главное, самое главное. Весна, без этого разрешения. Я вот целиком и полностью поддержу и Светлану Алексеевну, и Владимиру Николаевичу в данном конкретном случае. Для меня лично непонятно. У нас есть целый ряд стационарных магазинов, платящих налоги. Люди работают, зарегистрированы. Идут в городской бюджет. Сегодня заезжает триллер. И завтра с Кременной приют с Вещанска, с Северодонецка. Завтра сель пойдет по всему делу. Я не понимаю. Откуда эта весна? А я откуда знаю. Я тоже. И мне еще... Слушайте, вот вопрос. С отцинами вид творогника. Для чего мы прикрываемся этим? Что так отцинами вид творогника? Получается, там еще с наценкой, которая это... Мы даем место, ну, с трудом понимаем. Они без места торгуют. Они приезжают сюда машинами, везде комбинатах торгуют. Стоп, одну секунду. Это приезжает... Харьковская у нас. Нет. А Чугуев приезжает? Ну, Чугуев не видел. Есть Северодонецкая фирма. Они действительно являются производителями. У них есть мясопереработка. Мясопереработка. И это они торгуют действительно по той цене, по отпускной, которую они отпускают. Даже не для базы. Это есть. Но разрешение мы им тоже не даем. Тоже не даем. Нет. А вот это вот, это уже просто перекупщик. Ко мне приходят, дайте, пожалуйста, место. Я хочу вот там поторговать. Это рынок а-ля ласточка. Извините за выражение. Ни налогов, ни патентов, ничего. Дай Бог, вот сегодня предприятие доделаем. Значит, они поставят, и Бог даст упорядочек. И в том числе приходит человек, говорит. Я прошу прощения, вопрос очень интересный. Я привез продавать клубнику с кудряшутки. Приходит ко мне, я говорю, что случилось? Подходят какие-то, вот у нас есть некое решение с полкома на ксероксе, подает вот так вот. Мы контролируем вот этот вот участок, площадь. Я говорю, интересно, а фамилия его? А говорит, он не дает в руки, посмотреть нельзя. Потом подходят работники правоохранительных органов. Тоже начинают задавать какие-то вопросы. То есть, я понимаю, в сегодняшнем дне у нас нет места торговли. Я не хочу тут далеко ходить. Вот когда мы организуем под эгидой нашего коммунального предприятия, тогда спокойно не заезжает. заплатили там 2-3 гривны, это вы уже определите в своем основном выражении. Там качество, там убрано, там контроль. Все. Все имеющиеся договоры заключены. Сегодня этого нет. Я не могу этому человеку, который вырастил и привез для рубежа свою продукцию. Клубника. Клубника. Поэтому я говорю, это все незаконно. Я не могу сказать, что я вам разрешаю. Разрешаю, разрешаю. Но то, что с вас там пытаются требовать, это незаконный характер. Сегодня, когда этот трейлер очередной запускаем, ну это в моем понимании, это тоже самое. Есть еще вопросы, Калит? Ой, таким вопросом, никто температурный режим не обеспечит. Генераторов у них, как показать, жизнь. Куда они будут запекаться? Какой температурный холодильный режим? Ничего не будет. Так вот только говорим о бутуризме. Летом бутуризм. Это вообще страшнейшая вещь. А мы разрешим непонятно какой колбасой. Потом на себя ответим. Есть еще вопросы, Калит? Кто за то, чтобы принять данное решение, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавший решение не принято? Генераторовна, спасибо, извините. Я благодарю вас за взаимопонимание. Магазин, а с полной, есть стационарные, с налогами совсем. Следующий вопрос. Коллеги, накладание административного вылета штрафа на гражданин Шокова, Игорь Николаевич. Пожалуйста. Уважаемые члены исполкома, прошу поддержать проект решения о наложении административного взыскания в виде штрафа на... Вопросы, Калит? Кто за то, чтобы принять данное решение, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшийся, принято? Следующий вопрос. Админстягивание штрафа Потапенко Валерия Анатольевича, пожалуйста. Прошу поддержать проект решения о наложении административного взыскания в виде штрафа на Потапенко Валерия Анатольевича. Вопросы, уважаемые коллеги? Нет. Кто за то, чтобы принять данное решение, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшийся, принято. Следующий вопрос. Накладание административного вылета Попы Реджиня на гражданина Владимира Альбертовича Баева. Родственник? Нет, я прочитал Владимира Альбертовича, я застрял внимание, извините. И что, он обязательно должен это отчество иметь? Он может быть просто племянниками. Есть вопросы по данному проекту решения? Нет, кто за то, чтобы принять данное решение, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшийся, принято. Следующий вопрос. Накладание административного вылета Попы Реджиня на гражданина Загорского Виктора Петровича. Пожалуйста. Прошу поддержать проект решения. Кто за то, чтобы принять данное решение, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшийся, принято. Следующий вопрос. Вопросы. Один стягивание штрафа Зимина Ольга Григорьевна. Пожалуйста. Прошу поддержать проект решения о наложении штрафа на Зимину Ольгу Григорьевну. Вопросы. Кто за то, что принял данное решение, прошелся, кто за, против, воздержавшийся, принято. Следующий вопрос. Попереджение Василенко Надея Ивановна. Прошу поддержать проект решения о наложении предупреждения. Вопросы, уважаемые коллеги. Нет. Кто за то, что принял данное решение, прошелся, кто за, против, воздержавшийся, принято. Следующий вопрос. Админ стягивание Попереджения на Маяцку Татьяну Кутеровну. Пожалуйста. Прошу поддержать проект решения о наложении предупреждения. Вопросы. Кто за то, что принял данное решение, прошелся, кто за, против, воздержавшийся, принято. Следующий вопрос. Вопрос. Админ стягнули попереджение на гражданина Василенко Игоря Анатольевича. Прошу поддержать проект решения о вынесении попереджения Василенко Игоря Анатольевича. Вопросы. Кто за то, что вы приняли данное решение прошелся, а кто за, против, воздержавшийся. Следующий вопрос. Админ стягнули штраф Коваленко Андрей Михайлович, пожалуйста. Вопрос. Кто за то, что вы приняли данное решение прошелся, а кто за, против, воздержавшийся. Принято. Следующий вопрос. Админ стягнули в вырезе штрафа у Доденко Роман Александрович, пожалуйста. Прошу поддержать проект решения. Вопросы. Кто за то, что вы приняли данное решение прошелся, а кто за, против, воздержавшийся. Спасибо. Принято. Следующий вопрос. Попереджения Демов Владимир Иванович, пожалуйста. Прошу поддержать проект решения. Кто за то, что вы приняли данное решение прошелся, а кто за, против, воздержавшийся. Принято. Следующий вопрос. Штраф Косова Яна Константиновна, пожалуйста. Прошу поддержать проект решения о вынесении штрафа Косова Яна Константиновна. Вопросы. Кто за то, чтобы принять данное решение прошелся, а кто за, против, воздержавшийся. Принято. Следующий вопрос. Админ стягняш штраф Косера Дмитрий Александрович, пожалуйста. Прошу поддержать проект решения. Вопросы. Кто за то, что вы приняли данное проект решения прошелся, а кто за, против, воздержавшийся. Принято. Следующий вопрос. Админштраф Гайдай Ольга Юрьевна. Прошу поддержать проект решения. Вопросы? Нет. Нет вопросов. Кто за то, чтобы принять данный проект решения, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшийся. Благодарю, спасибо, принято. Следующий вопрос. Попереджение Набока Наталья Васильевна, пожалуйста. Прошу поддержать проект решения. Вопросы? Нет. Кто за то, чтобы принять данный проект решения, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшийся. Благодарю, спасибо, принято. Следующий вопрос. Админштраф Гайдай Дегтярев Игорь Владимирович, пожалуйста. Прошу поддержать проект решения. Вопросы, коллеги. Кто за то, чтобы принять данный проект решения, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшийся. Благодарю, спасибо, принято. Следующий вопрос. Попереджение Царевский, Александр Григорьевич, пожалуйста. Прошу поддержать проект решения. Вопросы, уважаемые коллеги. Я поддерживаю, не опускаю. Кто за то, чтобы принять данный проект решения, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшийся. Принято. Штраф Бугаева Марина Николаевна, пожалуйста. Прошу поддержать проект решения. Вопросы? Нет. Кто за то, чтобы принять данный проект решения, прошу голосовать, кто за, против, воздержавшийся. Спасибо, благодарю вас. Следующий вопрос. Про доза на обчинение правоочиня, в чём нерухомости, в який неполнолетняя дитина. Про доза на обчинение правоочиня.